Всем привет, с вами Игорь. Сегодня покажу, какой я контроллер буду собирать. Приехали мне вот такие вот твердотельные реле. Сейчас сфокусируется. Нагрузка от 12 до 250 вольт по стоянке. 40 ампер максимальный ток. Управление от 5 до 32 вольт тоже по стоянке. Индикатор есть тут. Тут такие крышечки, закрывающие контакты. Вот они. Силовые контакты, такие болтики помощнее, побольше будут. Вот такой вот реле. Ну, пластик здесь такой, ну, сама сборка руками так и визуально на ощупь качественная довольно. Вот эта задняя пластина к радиатору прикручивается. Вот такой вот реле. Пластик этот такой, как на контакторах, типа, несгораемый. Какая-то маркировка тут или номер. Вот. Ну, такое на ощупь, значит, нормальное, добротно сделано. Ну, и фирма эта, НКР, я часто видел элементы, полупроводники, всякие транзисторы там, вот этой фирмы. Думаю, это неплохая фирма. Обошлись они мне 155 гривен одна штучка. Вот, я их взял 5 штук. Вот такое вот домино. Итак, как я буду собирать этот солнечный контроллер? У меня есть, вот, силовой кабель от панелей. Двухжильный, монолит 4 квадрата. То есть, две медные жилы по 4 квадрата. Ну, на панелях там тоже 4 квадратные стоят. То я так и подумал, что надо продолжать тоже 4 квадратные. И еще один кабель я опустил. Это с одной панели. Именно с одной напряжения, с одной панели для управления вот этими вот контроллерами. Опустил. Это обычный, старый мой антенный кабель. Ну, а что, покупать новый, а он уже есть. Тем более, что там никакой нагрузки не будет идти. Так, как оно будет работать? Вот это вот с одной панели напряжения я подключаю к такому контроллеру. Это, я его показывал там в отдельном видео у меня есть. Это контроллер заряда-разряда батарей. Но он такой, ну, как бы универсальный, потому что сюда можно подключать напряжение по стоянке для контроля от 0.0 до 99.9 Вольт. Вот, то есть, ну, для чего я опустил вот этот кабель, чтобы снимать с одной панели напряжения. У меня все панели тем более одинаковые. Прал их все сразу, разом. Вот, с одной панели оно будет сюда подходить. Там 32 Вольты, 32 Вольты на панели написано. Это напряжение, при котором снимается максимальная мощность. И вот этим вот контроллером я буду следить, они будут следить, не я, за тем, чтобы это напряжение, ну, плавало в пределах вот таких вот там 30, 32, 33, 34. Напряжение холостого хода в моей панели 37, что-то там с лишним, почти 38 Вольт, по-моему. Точно уже не помню. Так, как оно будет работать? Вот этот вот кабель я подключаю сюда, к этому и к этому. Ну, контроллер будет трехступенчатый. Первая ступенька у меня будет вообще идти напрямую. Я путем, так сказать, экспериментов установил, что даже в пасмурную погоду зимой 4-х киловаттный массив мой полкиловатта днем он выдает нормально. Выдает полкиловатта. Я это даже потом покажу еще в видео. Поэтому первая ступенька полкиловатта будут включены напрямую с панели. Они выключаться никогда не будут. Следующая ступень будет полтора киловатта, например, вот это реле. И еще одна, два. То есть в сумме получается 4 киловатта. У меня массив на 4 киловатта. Как я их подключал, то у меня тоже есть отдельные видео панели, как они подключены, по какой схеме. 14 штук. Так, вторая ступенька, например, я подключил сюда напряжение, выставил вот этими двумя кнопками. Вот они. Можно выставлять любое напряжение от 0,0 до 99,9 вольт. Включение и выключение напряжения. Вот это вот реле, оно будет включать вот это. Итак, первая ступень у меня включена постоянно, а вторая будет включаться, ну я там выставлю какое напряжение, например, солнце там вылезло с затучки, да, напряжение сразу будет расти. Ну там до полкиловатта, это ерунда для такого массива. Оно сразу подрастет до напряжения холостого хода практически. Вот, и ну там это 250 вольт или 255 я уже тут выставлю. Ну тут не будет 200, тут будет понятно, да, вот отсюда вот там тут будет 30, там 35, 36 вольт, только с одной панели я подключаю к этому. Вот, и тут уже напряжение выставлю, оно включится. Вот, полтора киловатта. Если солнце еще станет ярче, там, ну там, может оно бывает такое солнце в дымке, так вроде бы как, я что и три ступеньки сделал, не две на пасмурную и на солнечную, а три. Я думаю, три будет достаточно и будет более корректная работа этого всего контроллера. То есть, ну, максимум сниматься будет нагрузки в любую погоду. Вот, если солнце еще растет, на этом у меня будет в третьей ступеньке выставлено еще больше напряжения включения. Вот, и если там оно будет еще расти, там буду смотреть уже по обстоятельствах, сколько я буду выставлять, то включится и это реле. Вот, ну там, например, вот это можно выставить на 34 вольта, а это на 35, там, или даже 36, ну, буду смотреть уже. Вот, включать, вот это будет реле, включает это, твердотельное, мощное, и уже, ну, понятно, что через это реле будет только один провод размыкаться, один напрямую будет идти. Вот так оно будет работать. Вот, и наоборот, там, если три все включены, яркое солнце, тут тучка набегает, солнце стало меньше, напряжение проседает, и чтобы оно не просело, там, например, ну, ниже 200 вольт, ну, это в перерасчете на одну панель, это там, я уже не помню, 30, кажется, вольт или 31. Выключится сначала третья ступенька, вот, если солнца будет достаточно, то будет работать только первая напрямую и вторая через вот это. Если мало будет солнца, еще там, ну, зайдет, и оно начнет еще больше проседать напряжение, то выключится и это реле, останется только первая. А если нет, то будут две работать. Вот, ну, вот такой вот принцип работы. Вот, ну, думаю, доходчиво я объяснил, понятно, вроде разжевал. Так, теперь вопросы у меня есть с специалистом, кто может сталкивался или пользуется вот такими вот твердотельными релюшками. Там я видел видео, значит, у некоторых пользователей греются, вот такие реле, у некоторых не греются, твердотельные, ну, если оно, например, вопрос, если оно на 40 ампер, то при 10 амперах оно будет вообще греться или нет? Или может можно обойтись без радиаторов? Потому что радиаторы мне совсем не хочется покупать, это еще плюс деньги лишние. Вот, это вопрос номер один. Ну, 10 ампер на 200, даже вольт, это уже 2 киловатта. Вот, у меня больше 10 ампер не будет, это вообще максимум, а то и меньше. Первая, вторая ступени меньше будет, только третья будет 10 ампер. Вот, ну и... А, остальные я на ветряк взял. Это две штуки на солнечный контроллер и три для ветрячка. Для контроллера ветрячка. Так. Да, это первый вопрос, будет ли оно греться. И второй, можно ли их ставить на один радиатор, вот эти все. То есть, ну, нет ли тут какого-то напряжения на этой пластине, чтобы они там, ну, не замкнули один на один. Ну, что у меня есть вот здесь вот снизу, я их думаю, вот тут вот монтировать. Тут в ящике такая пластина, задняя стенка, ну, типа оцинковки. И если я их все прикручу вот так вот, один возле одного, то через эту пластину не будут ли они мешать там работе, какие-то помехи создавать или замыкать. Вот, то есть, ну, есть ли на этой пластине что-то, какое-то напряжение. Вот это меня интересует. Вот, ну, я думаю, по-моему, все рассказал, что хотел. В следующем видео, да, пишите в комментариях, что вы советуете мне, как их лучше поставить, куда надо ли эти радиаторы вообще. Вот, может, кто-то пользовался такими реле. Какие-то советы, может, есть, то пишите, пока я его не собрал. Я все комментарии читаю. Какой-то такой вот получается у меня контроллер. Вот, соберу уже. Тогда покажу, как он будет работать на строю. Вот, как-то так. Ну, все. Все, всем пока, до следующего видео.